Мы читаем из книги «Китвей Бааласулам» 180-й страницы, также в книге «Каббала для начинающих» на странице 351. Напоминаем, что вы можете задавать вопросы через интернет, Каб СОЛ, избранные вопросы будут задаваться в течение урока. 180-я страница или 351 в Каббала для начинающих, страница 71, пункт 71. Мы говорили о мире Никудим, начале мира Никудим, который пришел к нам, распространился из порцов САГ, это порцов, которые определяют все развитие. Потому что что мы, собственно, имеем? У нас есть Бина и Малхуд. Как мы учим? Кетер, Хохма, Бина, Зерамп и Малхуд. Или в стадии Шореш, Алиф, Бет, Гиммель и Далет. Стадия Бет — это творение, которое различило желание получать стадии Алиф и захотело уподобиться Творцу. Поэтому в стадии Бет у нас есть свойство Творца, свойство Кетер, которое, собственно, развивается до свойства Творения Малхуд, Малхуд, которое потом может получить четвертую стадию, которое может получить исправление с помощью второй. Поэтому все исправления, все, что мы имеем в Малхуд, для того, чтобы привести эту Малхуд на уровень Творца, это только посредством Бины. И это то, что мы видим здесь. Откуда Малхуд может получить свойство отдачи? От Кетера не способна, Кетер — это свет. А когда это приходит от Бины, свойство отдачи, тогда Малхуд способен это воспринимать, потому что Бина — это желание получать, которое обрело в корне своем свойство отдачи. Бина захотела уподобиться Шорешу. И поэтому она может передать это же впечатление четвертой стадии, и четвертая стадия, получающая от второй свойства отдачи, через вторую стадию, приходящую через Ман, в Кенубет доходит до Шореша, до корня. Как? В Малхуд есть желание получать, в Бине нет такого желания. Бина — это такое желание, что только отдавать, катнут. Малое состояние. Но Малхуд, который получает себе свойство Бины, может со своим ажиотом прийти к корню. И поэтому мы видим, что в Гальгальте, потом Аб, потом Саг, мы приходим в Саг, Саг определяет все. Это Бина. У него есть Рош. И когда он отдает вниз, отдает свой Никудот. И сокращается, зная, что внизу, здесь, до Парсы он может отдавать, из Мира Бесконечности сюда, а ниже не может. И тогда эти Никудот Саг, которые вошли вместе с Малхуд, Бина, которая опустилась в Малхуд, сократилась. Сама Бина сократилась. Она теперь разделена на Гальгальтайнаем и Ахаб. Саг сократился для того, чтобы отдавать Малхуд. Бина опустилась в Малхуд, и теперь понимает, я обязан в своем действии относительно Малхуд отдавать только на половину ступени, не больше. И тогда Саг делает зевук на половину ступени, только для того, чтобы наполнить вот эту вот зону до Парсы. Так что он сам делится на две половины. Гальгальтайнаем, его рож находится сверху, Ахаб его рож находится снизу. Он делает зевук только на Гальгальтайнаем рож и отдает таким образом, что свет распространяется только там, где можно. Это Бина, который уже знает, что Малхуд не может получать больше. И тогда отдает столько, сколько может. Сколько можно. Бина сократилась с помощью Малхуд, получила от Малхуд это знание того, что только до сих пор могу я получать, но не больше, я на большее не способна. И тогда отдает Малхуд только половину ступени. Но тем, что отдает Малхуд полступени, она не может ничего сделать. Она только наполняет немного Малхуд светом Хасадим. И от этого не придет исправление. Это только какое-то существование для Малхуд. Поэтому мы увидим потом, что приводит нас к разбиению. Но тем временем Бина отдает Малхуд только эту малую часть, которая называется Олам Ганикудим, Мир Никудим. Так это называется. Это только один маленький порцов, в котором есть только Хасадим. От Бина, немного, не более того. Для того, чтобы немножко более оживить это место, которое до этого было полностью опустошенным. И это то, что происходит на данный момент. Давайте читать. 71-й пункт. Благодаря тому, что сферот перемешались вместе по таборам Парцуфа Ак, в Парцуфе Никудим появились новые изучения, Катнута Гадлук. На Рашимод де Авьюд, находящиеся в Массахе Парцуфа Сак, вышли 10 сферот Декатнута Никудим. То есть Зивуг произошел в Никвейнаем на половину ступени. Так то, что приходит сюда, это только Катнут. Катнут Мира Никудим. А на Рашимод Зон де Ак под Табуром, перемешавшиеся с Рашимод Массаха, Четвертая стадия, стадия Далет, которая получила впечатление от Нигида Ак, вышли 10 сферот Гадлук Никудим. То есть, после того, как вышел Катнут Мира Никудим, это Пхена Далет, которая тоже дошла доверху. После выхода после выхода Гальгальты на Альда произошел Зивуг, тут был Зивуг на Бет Алиф сокращенное, а тут Зивуг на Бет Алиф, который перешел в Далет Гимель. То есть, Зивуг был сделан на Рашимоде на Иде Гальгальта. Массах опустился, изник Вейнаем в Пе. И от этого Зивуга Далет Гимель распространился свет на все это место, на все это пространство. Это называется Гадлут Мира Никудим. Гадлут Мира Никудим. Да. 72-й пункт. Знай, что 10 сферот Катнут Мира Никудим считаются основным порцовом, потому что он возник по тому же принципу, как и три предыдущих порцов Мира Аг. он возник в результате Зивуга. Но 10 ступеней Гадлут считаются только дополнением к порцову Никудим, потому что вышли не в порядке выхода ступеней, а от Зивуга на решимот Зон Дегалгальте, которые добавились в экран в результате спуска Никудот Десаг Лемата Митабур Д'Ак. Под Табур Д'Ак. Вопросы? Два вопроса. Во-первых, почему Далет Гимель, а не Далет-Далет? Это же все? Это еще Тен и Галгальта? Почему же Далет Гимель? Ты прав. Далет-Далет. Далет-Далет. Дальше. Когда мы говорим о Бет-Бет, когда выходит мирный Кудим, я как бы могу почувствовать, что это? Это Хасадим. Я не чувствую, что такое Бет-Алиф или Далет-Гимель. Мне странно это, мне трудно это воспринимать. Я понимаю, когда мы говорим о Бет-Бет, мы говорим о Бине. Бина, Ацма, Бина Накия, Бина сама по себе, Бина чистая, как таковая. находящаяся в своем свете Хасадим, ей больше ничего не нужно. Когда мы говорим о Бет-Алиф, на которой вышел мир Никудим, мы говорим о Зерампине, который вышел как результат Бины, когда Бина таким образом действует и наполняет Малху. Это то пространство под Табуру и наполняет его Катнутом. На самом деле всего полступени. Это Хасадим, подсвеченный Хохмой, но Бина не может дать Ор Хохма, она может дать только Ор Хасадим под Ухловим Зерампин Бет. И что такое Бет-Дейт-Лапшут и Бет-Де-Авиют? Что Бина распространяется здесь, в Никудот-де-Сак? Это сама Бина, которая взяла желание Гальгальты, присоединяя их к себе и наполнила их таким образом. И действие, которым она сейчас наполняет это пространство внизу, Малху, это Бина, которая действует относительно внешнего. Это Зерампин. Что такое Зерампин? Бина планирует своей рожь в своей голове, что она хочет сделать, желание получать. И из этого мы получаем третью стадию, стадию Гиммель. Помнишь, четыре стадии прямого света? Третья стадия получилась из того, что вторая хотела, взяла желание получать, которое было в первой стадии и сказала, я хочу его наполнить. настолько, насколько я могу наполнить его светом Хохма. И тогда получается, что она наполняет ту самую первую стадию полным светом Хохма. Но относительно стадии Бет, это только стадия Алиф, первая стадия Зерампин. Просто желание получать. Вот видишь, каждый раз нам приходится добавлять, что поделаешь. Из стадии Шорош у нас получилась стадия Алиф маленькое желание получать. Потом это маленькое желание получать стало чувствовать, я получаю, я получаю, он дает, я хочу быть такой, как отдающий. И тогда вторая стадия, которую хочет отдавать, у нее есть вторая стадия авиют, больше авиют, чем у стадии Алиф, несмотря на то, что стадия Алиф это желание получать. Потом Хинабет говорит, тем, что я отдаю, что я отдаю, я ничего не отдаю. Как я могу отдать? Я отдаю тем, что я получу в свое желание получать, потому что он хочет, чтобы я получила, и тем самым я доставлю ему наслаждение. И что она тогда делает в стадии Алиф? Она возвращается в стадию Алиф. Она берет авиют стадии Алиф и наполняет ее светом Хохма и говорит, я это делаю для тебя, хозяин. Здесь поэтому я всегда пишу, что у нас тут Алиф плюс Бет, первая и вторая стадии равняются третьей. Ну, стрелки, да, нарисуем так. Ты прав. Как тебе удобно? Это уже не важно. Вот. Вторая стадия берет первую стадию, ей неоткуда взять что-то большее. Возвращаясь к нашему чертежу, бина, бина, которая желает распространиться вниз, она берет желание получать снизу. Она распространилась внутри себя в Теамим и в состоянии кудот, когда это только бина, она чувствует, что есть желание получать, которое она может наполнить. Она берет это желание получать, делает на него зевуги и от этих зевугим получаются внизу парцюфей никудот и наполняют они нахи гальгальты. Она берет желание получать гальгальты, делает на них зевуг и из этого зевуга приходит никудот десар. Вот. То есть это все еще действие бины, которая как будто берет хохму. То есть берет хохма пхена алеф и наполняет ее. И из этой структуры она чувствует, что здесь есть большее желание получать, которое наполнить невозможно и есть им цумбет. Второе ее действие это когда она действует таким образом относительно малхут. Что она наполняет малхут. Здесь действие, которым она наполняет его только светом хасадим. А теперь она уже действует так, чем можно наполнить малхут. И наполняет ее только в катнуте тем, чем можно. Это действие в катнут это уже действие бины и малхут как бы сказать совместное действие. Здесь бина и малхут вместе. Это то, что может выйти со стороны второго сокращения. А затем вследствие этого возникает естественное Второе, вторая часть действия бины плюс малхут это сам свет. То есть два этих действия взаимодействия бины и малхут. А это действие это не взаимодействие. Это проникновение бины в малхут. Здесь как будто берет первая стадия и наполняет ее. дамикум. Парса, которая возникает в никуду де саду. Это не собственно масах. А как же это может быть масахом? Там это не масах. Там только ограничения. Я не знаю, есть у нас сейчас возможность говорить о том, как она возникает. Лучше скажем так, что килим чувствует ограничение. Масах в Педерош в Роб-де-Сак определяет все. Мы должны понять, что то, что у нас есть в Гуфе, то, что у нас есть при распространении масаха вниз, масаха того, который находится в Педерош. Это просто действие в Кашем мире. Действие принято где-то свыше, в котором было принято решение свыше. Когда мы говорим Малхут поднялась в Тихсер и произошел Цин Цумбет в Тихсер кто поднимается, кто пускается, как может быть, чтобы снизу кто-то поднялся или нет. Прежде всего должно быть решение вверху, в Рош. И тогда следствие этого уже будет движение, перемещение в Тох, Порцов и Лисов. Не может быть, чтобы там случилось что-то, прежде чем случилось в Рош. В хорошем плане или в плохом. Не важно. Никогда не может быть такого. мы не понимаем, что в Гуфе Порцов не происходит ничего, кроме как после принятия решения в Рош. Мы говорим о Гуфе только относительно следующего Порцов. Относительно этого Порцов нечего говорить, потому что там ничего нового. Если я знаю Рош Порцов, то мне нечего смотреть его Гуф. Если я смотрю его Гуф, то я могу принять решение, каким были следующие Порцов и не более того. Для этого мы и исследуем Гуф. Поэтому если ты говоришь «Малху поднялась в Бино», «Порцов и Некудо Десак». Что такое поднялась в Бино? Сначала было действие в Рош. Много действия мы их изучаем. он их так упоминает вкратце. Мы еще будем это изучать. Но сейчас это не важно. Именно потом, когда мы будем говорить о создании Килим, о создании Порцы, которую мы должны создать при отдаче радиоотдачи, затем при получении радиоотдачи, мы идем в противоположное направление, снизу вверх. Когда реализуем эти Порцов воссоздаем, то мы поймем, какие действия в Рош должны быть для того, чтобы прийти к созданию Порцы. И тогда соответственно уже мы поговорим о том, как она возникает. Но то, что хочу сказать пока что, к нашей теме, что в Рош принято решение на основе ощущение Гальгальты о том, что должна быть перегородка между Килим отдачей и Килим получением. Васильев Киев спрашивает, если в Гальгальте есть самый большой массаж, парцюфим обаим и ходим лавод на рецен и там не с угар могут работать с желаниями, с которыми они в состоянии. Нет, у Гальгальты нет большого вьюта, там вьют на любого уровня, шорож, смотря о чем мы говорим. Затем есть больше вьют. Мы говорим о том, что раскрывается. Гальгальты это не самый большой вьют. Мы говорим о следующих парцюфах, когда они выходят, тогда они вызывают у Гальгальты больше вьюта, увеличение вьюта. Мы говорим, что входит свет на эфир, затем выходит следующая сфера и в прошлой сфере добавляется авьют и добавляется свет руах. Но если бы не было следующей сферы, то и в прошлой сфере не было бы ничего, кроме света на эфир, у нее бы не было большего авиума. Чем больше порождаем парцюфов, то те парцюфы, которые порождают, у них возникает больше авиума за счет тех, которых они порождают в следующих. Если я не порождаю ничего, то я таким остался. Сколько мне положено свет на то, если я породил сфера, поскольку я породил, то есть у меня еще дополнительное желание, тогда мне уже положено больше свет, на это больше желания, или светлая шама и так далее. Понимаешь, поэтому гальгальта вначале, когда у нас только гальгальта, это свет лефиш с кликетером, а затем свет руа и дальше. Мы не называем порцюфы по их собственно состоянию. Мы говорим кетер и все последующие. Нужно здесь разграничить между обратно зависимым святым и келим, о каком состоянии мы говорим. И эти определения мы даем в соответствии с их состоянием, с их функциональной принадлежностью в общей системе. Но это не собственно состояние гальгальта, как в первом ее действии, которое не изменилось. Всегда изменяется. почему ты называешь его кетером, если она первый раз вышла только с авиютом в шорож, это называется кетер. Если ты говоришь о порцюфе, желании получить, которое получают ради отдачи, то авиют в шорож, нулевого уровня, это малхот, или ты говоришь о желании получить, тогда в малхот это четвертая стадия. А в кетере это четвертая стадия авиюта Масаха. Понимаешь, насколько здесь возникает путаница? Это то, что Барсулам и хотел раскрыть, объяснить, насколько нам пока еще тяжело это понять. Мы путаемся. 73-й. Сначала выясним процесс рождения парцуха как в доникуде. Как известно, после распространения парцуха саг, возникает его Масахи соударение внутреннего и окружающего святого, оставляющее Масах и заставляющее его вернуться на прежний уровень. При этом выходит промежуточное парцухим, которое называется Декудот Де Саг, которые, затем, спустившись под табу парцуха Ак, перемешались с находящейся там пхиной Дали. После того, как Масах Дегух освободился от всей Авиуд и в парцухе остался только Масах Дерош, считается, что Масах Дегух поднялся в рож и возобновился в нем Зигух на тот Азиуд, который остался в Решимот Масаха, как было сказано выше. Нашему сожалению, он здесь не дает в чертежах, не изображает парцуха Катнут Де Некудот Де Саг, и парцуха Гадлута он только изображает после разбиения. на самом деле, он не хочет входить в такие нюансы, которые ему придется долго объяснять. Мы должны понять, что в духовном, относительно того, что объяснил Барсулам, даже он, после Арии всех кабулистов, насколько они объясняют, это даже не одна миллионная часть того, что там происходит. невозможно объяснить вещи. Нам объясняют общее правило немножко, чтобы нам это помогло сфокусировать нашу реальность перед духовностью и проникнуть в восприятие духовной реальности. И там уже из твоих действий познают его душу, а человек обучает его. Мы не можем это изучать разумом или по этим чертежам, сколько он здесь не начертил. Конечно же, это только очень и очень поверхностно все это представление духовных действий. Поэтому то, что нам здесь написал и изобразил в Сафире очень ограниченные фрагменты. Он хотел немножко самоустраниться, иначе чтобы нам пришлось еще написать сто томов Тес. Кто бы их читал? Да, Глизейн. Мы изучали, что Гальгальта распространилась как тонкая линия, а Некудобеса, которая распространяется под Табуром, это уже тонкая линия или они уже распространяются по всем Келлим? Тонкая линия называется согласно Ельмерии. Каф-линия это мера, это канал, линия это линия измерения. Ты можешь спросить, разбилась ли эта линия во время разбиения Келлим? в тот момент. Что произошло с этой линией в разбиении Келлим? Но кроме того, если ты не говоришь о разбиении Келлим, то и как сверху местопись внизу вверх, вся связь между миром бесконечности и точкой этого мира это тонкая линия, через тонкую линию. через совпадение по свойствам, через экран. Неважно, как сказать. Насколько желание получить подобную свету, настолько у них возникает связь. И эта связь это тонкая линия. Из всего большого круглого желания получить, ты можешь выделить эту линию подобную свету. почему эта линия, потому что твое желание получить не равнозначно по вьюту. Если бы был один вьют, то не было бы линии. Но поскольку желание получить есть уровень вьюта, то он организует себя более подобным свету, менее подобным свету. И возникает субординация, порядок, иерархия. Завершаем на этом. Иерархия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok